И до новинок спортивного життя региона. У Гомеля стартовал республиканский чемпионат спортивного товариства «Динамо» по самообороне. За перемогу змагаются правооховники из всей страны. Вероника Гамзюкова познайомилась со спортсменами. На диване палаца легкой атлетики на протягу четырех джон будут выходить больше, как то спортсменов, которые представляют силовые структуры страны. Первый этап – боевые приемы и затримания. Каждый спортсмен вытягивает билет с заданиями, у которых моделируется реальная ситуация. Например, нужно обезбрость нападника с пистолетом или ножом. В другой этап проходит ты, кто по выниках первого дня набрал 50 очков. Появляется молодежь, перспективная молодыка, которых сейчас набирают в системы своей МВД, МЧС. Поэтому кто-то появляется новый, кто-то старый остается. Но в основном большее количество людей, которые уже издавна борются в этом виде и уже друг друга знают. Но в этом году у нас нет команды сборной МВД, то есть чемпионат личный у нас. И каждый участник выступает сам за себя. Ну и такое внегласное подведение будет между своими командами. Сярода дельников есть и свет навядомые. Представник Минского областного управления МНС Андрей Казюсенок – неодноразовый чемпион света, сребренный призер европейских гульняв. Один из лучших самбистов Беларуси отзначает – узровень динамовского чемпионата расте с кожным годом. Практично у всех, кто тут выступает, обороняют колеры белорусской сборной на международных споборницах. Каждый сотрудник любых органов, в том числе МЧС, должен поддерживать физическую форму и быть в хорошей физической форме, чтобы выполнять свои какие-то действия в работе. Тут есть и профессиональные спортсмены, естественно, они повседневно готовятся. Есть, которые уже давно покинули большой спорт, но они все равно продолжают поддерживать физическую форму. Пятого и шестого «Снежня» проводят поединки другого этапа с поборницей по самбо. Они и вызначат переможцев и призеров. Вероника Гамзюкова, Валерия Гопанько, Телерадо и компания «Гомель».